Итак, мы уже рассказывали про пересечение улиц Ленина-Кастринская-Богомягкова. Четинцам этот участок больше известен как Бермудский треугольник. Здесь находятся неблагоустроенные дома в разрушенном состоянии. Некоторые брошены. Вокруг построек горы мусора. И это центр города. Пенсионерка Людмила Мельникова сама подходит к съемочной группе. Мне сытно, что вот такая улица на центре города. Вот это вот свинарник. Вот люди живут, почему здесь-то свинарник. Стыдно, что такие дома у нас здесь. Как это вот можно-то? А вот тот-то дом вообще, скоро, по-моему, вообще развалится. Стыдно, да? Хотя у меня тоже дом не очень хороший. Но более-менее, но это тоже центр города. В июле прошлого года журналисты сетевого издания «Читару» позвали к себе сети-менеджера города Инну Щеглову, и она заявила, что Бермудский треугольник реконструируют. Он вошел в мастер-план развития «Читы». Решение о расселении и реконструкции квартала было принято летом 23-го. Торги на право реконструировать данный участок объявила администрация «Читы». В постановлении от 19 февраля этого года говорится, что начальная цена аукциона от 5 миллионов рублей. Срок действия договора – 5,5 лет. Проектом, как уже известно, займется индивидуальный предприниматель Дмитрий Сун. Как сообщается на сайте Банка Дом.РФ, проектом общей стоимостью 2 миллиарда 230 миллионов рублей предусмотрено строительство гостиничного комплекса, реконструкция исторической застройки, в том числе трех объектов культурного наследия, а также благоустройство территории квартала общей площадью почти один гектар. Проектом предусмотрено 120 номеров разного типа, два ресторана, кофейня, спа, конференц-залы и туристические лавки. На участке не будет жилья, отметила Щеглова. Это место должно быть связано якобы исключительно с туризмом. Здесь же три запущенных объекта культурного наследия. Дом лимонадной королевы Шатовой, где будет ресторан, Вайлошниково, где предполагается разместить ювелирный магазин, и Смирновой, здесь откроется лавка ремесленников. От памятника архитектуры, вообще говоря, существует защитная зона, порядка 100 метров. Федеральное законодательство это предусматривается. И, в принципе, новая застройка, которая здесь тоже предполагается, и который самый цимус содержится именно в этой новой застройке, она получается всего в 40 метрах от памятников культурного наследия. То есть 100 метров и 40 метров. Но региональный орган охраны объектов культурного наследия может уменьшить на свое усмотрение эту территорию. Я думаю, что этот орган так и поступит. Арина Шаравина недоумевает, где здесь встанет старинный Читинский квартал, если маленькие домики попросту затеряются в многоэтажные застройки. Собеседница предполагает, тот же доходный дом будет чисто для отвода глаз. Судя по заявленной площади, он будет не менее пяти этажей, а значит, и из исторического здесь будет только название. Предполагает, это будет жилой дом. Архитекторы также интересуют, что за музей Читы собираются возводить на площади почти в 200 метров. Но получается, за высчитан всех необходимых служебных площадей, вестибюля, получится, что музей Читы будет около 100 квадратных метров. Видимо, будет это первый наномузей в истории мира. На углу улиц Кастринская и Ленина будет какая-то малюсенькая кофейня 100 квадратных метров. Но впечатление есть такое, что формально, абсолютно формально задействованы вот какие-то небольшие маленькие здания. То есть нет вот этого погружения в тему, что это будет исторический квартал. То есть тут есть погружение в тему, это будет квартал с новой застройкой, но пусть тут что-то будет, какая-то вот эта мелочь пузатая в виде какой-то музейщины, пусть она здесь располагается, чтобы нам оправдать строительство в этом квартале жилого дома. Исторический квартал создать было бы можно, если захотеть и с умом подойти к решению вопроса. Если делать тут действительно Читинский квартал, какие-то объекты тут должны занесены, быть именно перенесены, возможно, из территории Читы, где они, может быть, где-то стоят не на месте, где-то попытаться их сохранить. То есть сделать какой-то маленький кусочек, но он будет очень ограниченный. К сожалению, эта территория, она в принципе не позволяет сделать что-то большое. То есть тут еще вот эти вот три памятника, еще два-три дома каких-то, какая-то парковая территория и какая-то парковочка тут больше элементарно не поместится. Естественно, никакого многоэтажного строительства тут быть не может.